ПОДПИШИСЬ! Нас не пугает вообще ни погода, ни природа. По средам мы с 20 до 21.00 отрабатывали технические элементы. Особенно изучали финты, что очень понравилось. Не у всех мам, к сожалению, есть мячи дома. Банально просто ставили кастрюли и на кастрюле все это отрабатывали. Собрать мам на футбольном поле – затея сложная, но реальная. Еще в августе «Спортивная хроника» и «Школа Алексея Смертина» провели первый турнир «Лига мам». Уже через месяц масштабы увеличились. Очередной турнир для мам, крутые призы и выступления артистов. Помните, когда у нас брали, также освещали наше мероприятие, мы говорили о том, что мы любим масштабировать свои проекты. И этот проект – один из тех, которых действительно хотелось продолжить дальше. Потому что вы видите сами, какой ажиотаж сегодня у нас на поле, сколько людей приехало болеть и сколько еще подъезжает на финальные матчи. А финальный матч по эмоциям был не хуже финала Лиги Чемпионов. В главном поединке было все – забитые голы, нарушения правил и эмоции. По итогу футбольных баталий команда для души – обладатели Кубка Лиги Мам. А награждение по всем футбольным традициям состоялось на сцене. Командам вручили подарки от спонсоров и диплому за участие, а лучшим – медали и заветный кубок. 3-1, ура, мы счастливы, очень тренировались, старались. Оксана Николаевна, конечно, наш тренер – это форево. А завершился футбольный праздник выступлением Арсения Бородина. Музыкант родом из Барнаула, исполнил известные хиты и был в шоке, что на его родной земле мамы играют в футбол. Меня это поразило вообще, что такое есть. Я когда услышал, когда ребята меня пригласили, я говорю, в смысле? Я говорю, в смысле, что происходит? Это круто. Любая спортивная инициатива, на мой взгляд, это прекрасно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.